Вашему вниманию представляется видеодельник с третьего игрового дня лан-финалов четвертого сезона SLTV Star Series по многим дисциплинам, а именно по четырем. И сегодня у нас большой день в плане того, что дисциплины действительно было много, их добавилось. Сегодня были еще танки, кроме Dota и CS GO. Начнем по порядку, а собственно говоря, с танков. Как тебе, я как человека, который в курсе, как там вести себя в танке, я хотел бы спросить, как тебе вообще киберспортивная дисциплина World of Tanks? Отличная, ну правда клевая. Спасибо. Шутка. Я, собственно, все, да. А, ну тогда не шутка. Да нет, конечно. Все клево на самом деле. Я впервые проникся танками сегодня. До этого приходилось наблюдать, смотрел ВЦГ, смотрел пару стримов и в принципе все было неплохо. Но я ни черта не понимал. Сегодня я оказался в компании фанатов танкистов из нашей организации. Я не буду всех перечислять, но там был и Лекс, Алексей Колесников. Главный фанат. Да, ну, по крайней мере, он понимает больше, чем я. И, в общем, я сидел и все первые две карты слушал правила, кто, чего, как, почему. И было вообще так все клево, интересно. Я проникся, особенно наблюдать за артой, как она поливает всех сверху градом. Из свинца. Да, да, из свинца. Хорошо. То, что наши ребята выиграли Red, но, я так понимаю, ты не можешь оценить весь масштаб произошедшего. На самом деле это очень круто, они молодцы. Но вот уже в следующей игре они редко стали не молодцы. Потому что, по большому счету, второй полуфинал Венеров выиграли такие же андердоги, как они. И, по сути, вот можно было просто на халяву проехать в топ-2. Ну, как на халяву? Конечно, не на халяву, но, тем не менее, достаточно просто. А в итоге, в итоге наши ребята проиграли финал в верхней сетке. И завтра вот как раз будут снова переигрывать, по сути, матч с Red Rush. Это будет очень тяжело. Мне кажется, Red Rush там будут рвать и метать. И я не знаю, наши соберутся или нет. У них вообще главная проблема, у этой нашей замечательной танкистской команды, это то, что вот в последнее время лихорадит ее состав. И плюс ребята не могут найти точки соприкосновения внутри коллектива. То есть не могут найти то, что позволит им играть как-то именно командно. Постоянно идет какая-то ругань, постоянно идет... Да, им нужен кот Леопольд. Вот, кстати, Гоша, ты сказал, я подумал, что ты очень похож на кот Леопольда. Может быть, займешься танками? Тем более, базовые знания у тебя есть. Смотрите, про кручу, педали кручу, да. Нет, на самом деле, я не знаю. Мы сегодня разговаривали с овчаркой, с куском овчарки. А, со всей овчаркой мне не довелось пообщаться. Нашел только кусок. Лучший кусок, наверное, овчарки. Да, филейную часть овчарки. В общем, поговорили мы с ним по поводу как раз вот этой химии внутриигровой. Химии? Да, и я сказал, что и он со мной согласился, что самое главное, что... Нет, скажем так, он просто не стал с тобой спорить. Это разные вещи все-таки. Окей, окей, хорошо. Так вот, с чем же согласился кусок овчарки? С тем, что вот это вот поведение ребят, когда они друг с другом такое понебратство устраивают, просто жесткое, там, костыляет. Да, ну да, в общем, без мата там никак. Не объяснить. Да, такой солдатский жаргон. Вот. Он может как работать в плюс, как работать в минус. Если команда выигрывает, и они вот так вот себя еще дополнительно настраивают, еще входят в кураж, еще прям вот в бою такой настрой получается, это, наоборот, в плюс работает. А если команда проигрывает, и она начинает вот этим вот всем заниматься, я смотрю, нарочится, да. то еще хуже все получается, и команда начинает еще сильнее закапываться в своих же проблемах и пытается найти ключики к успеху во время боя, а это нереально просто. Абсолютно согласен. И, в общем, я думаю, что после StarLadder, в зависимости от завтрашнего матча, могут даже быть замены в составе. Я не знаю, там, никакой информации особо не обладаю. Но, может быть, он рочится, кикнут, наконец-то. Нет, он очень зло на меня посмотрел, я думаю, не кинул. Это неправда. Не кинул, он говорит, что это неправда, окей. В общем, ребятам надо действительно собрать раму, наконец-то показать, что они не просто какие-то там полупрофи-игроки, которые смогли в свое время там подняться немножко в танках и как-то вот на пару турниров съездить, а то, что они действительно профессионалы, и они готовы работать в профессиональном проекте. А это все-таки кроме, там, привилегий, поездок на турниры, на крутых форм, внимание фотографов, журналистов, это еще все-таки ответственность. Поклонниц, обеих поклонниц танкового киберспорта. Их, наверное, штуки три, наверное, их даже в мире. Ну, не суть. Так, собственно, давай дальше пойдем. С танками все понятно, интересная игра. Почти такая же, как Point Bank. Нет, вообще в разу и лучше. Я считаю, что если программисты сделают нормальный обзервер мод, где можно будет зрителям смотреть, какие-нибудь хелсбары удобнее. О, точно, хелсбары, да. Да. Нет, не думаю, что... Ну, ладно. Давай дальше пойдем. Let's go. Самая клевая игра с сегодняшнего дня. Сегодня какая была самая клевая игра? Ну, это очевидно, я прошу рассказать о ней. Да, ну, была игра отличная. Мы все болели за нашу команду. Virtus.pro, AMG. Да. Virtus.so.slow. Imaginary Gaming. Французы поболтали с французами. У нас было такое интервью получилось. Да. Какое-то прям мега интернациональное. Трехъязыковое интервью. Я уже думал, сейчас будет проходить какой-нибудь китайский мальчик и скажет, ой, ребят, давайте я вам тоже помогу. И начнут еще переводить на четвертый язык это интервью. И тогда оно вообще никогда не закончится. Потому что, когда Лекс переводит слова-огурки на английский, и потом Острайкер начинает переводить слова Лекса на французский. А, по-моему, там вот они между собой еще на турецкий, по-моему, иногда переводили. Ну, ладно, это шутка. Короче, очень много было языков, очень много переводов. И такой испорченный телефончик у нас получился. Да, в итоге, на самом деле, я не мог отследить, что там ребята по-французски друг другу говорили. Ну, просто я не очень сильно разбираюсь. Но то, что я говорил Лёше, а Лёша говорил Острайкеру, все-таки немножко отличалось, надо сказать. И самое забавное, что Лёша Колесенко в качестве переводчика был привлечен именно в качестве переводчика. Но он в конце интервью не мог. Я тебя перебью, подходит ко мне Шокси, как они его называют, по-русски Шокси. Ну, по-французски Шокси. Да, Шокси. И он подходит такой ко мне, спрашивает, ну, смотрит нам всю вот эту вот картину. И спрашивает, а у кого берут интервью, у моих ребят или у Лекса? Я ему говорю, чувак, ну, вообще у твоих ребят Лекс просто переводчик. Ну, ты же понимаешь, что как бы нельзя так просто взять и попросить Лекса переводчика. Да, еще там очень забавный УЗИ в центре, такой человечек. Помимо того, что он одет в четыре кофты и выглядит, как житель какого-то пригорода Леона. УЗИ Маккормик. Да, он очень забавный. То есть, это такой няшный, няшный вор-домушник, ну, я бы так сказал. Ну, я по-доброму, я по-доброму. Ну, то есть, такой французский, интеллигентный, в меру интеллигентный вор-домушник. Ну, очень классный, забавный парень, на самом деле. И вот Акер, который вообще за все интервью наше сказал, наверное, четыре слова по-французски. Вот, он тоже очень, ну, он причем очень рвался. Или одно, но очень длинное. Он очень рвался в камеру, он говорил, пустите меня. И буквально мы думали, что вот он будет там что-то долго рассказывать, парню есть что сказать. Но он просто ограничился вот своим видом. Мне кажется, это все равно клево, что даже игроки дают даже интервью вместе. Да, давайте все-таки про игру поговорим, потому что у нас время ограничено. У нас ограничены. Мы, на самом деле, никто, по-моему, в организации Virtus.pro никто не сомневался в конечной победе ребят над французами. Но он, первая карта нас завтра. Да, да, лучшая карта, разобранная на 80%. ДОСЯ, понятно. Камбэк 8 раундов, при этом абсолютно беспомощный взгляд. О, какой он строгий был сейчас. Да. Миша, прости. Зато очень лаконичный. Да, больше ничего не бывает. Все, на самом деле, было очень неожиданно на втором Дасте. И даже для ребят, по-моему, из ВП, они такие, Scream. Ну, нет, они знали, что Scream попадает, но они, по-моему, не знали, что Scream попадает настолько. Они даже, когда вот ходили тут недалеко, да, в уборную между играми, я слышал разговоры. Это питерский сленг, в уборную, в парадную. Ну, не знаю, может быть, в вашей Екатеринбурге. Толчок, падик, да. То есть у вас как синоним, походу, в Екатеринбурге. Толчок и падик, как синоним, ну, да. Возможно. Хорошо, ладно. В общем, ребята были слегка в шоке от того, что с ними сделал этот парень французский с восточными корнями. Но собрались... Чувствую, у него корни растут на восток, или что же они с восточными корнями? Я просто... Относительно Франции я бы не сказал, что Северная Африка находится на востоке. А? 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 С высшим образованием, ну? Там есть французские баллогии. Да, ну, короче, ладно, хорошо. Уел. По крайней мере, ты с высшим образованием. Ну, это тебе за толчок и падик, понял? Все. Просто Ближний Восток, это как бы... Ну, ты понимаешь. Нет. Я не сомневался. Ладно, продолжаем. Обоюдный троллинг закончился. Продолжаем. Ну, ладно. Так, короче, Мираж. Мираж идеален. Просто французы не поняли вообще, что с ними сделали на Мираже, по-моему. Они такие... Ну, в общем, отлетели просто. Они вышли такие... Да, да. И на третьей карте сидеть им было уже неудобно. Да, это факт. На третьей карте действительно, на самом деле, тоже плотненько. Все было. Инферно. Вообще, очень интересные у нас получаются игры на Инферно. Согласись. Французы сыграли... Ну, с поляками они... Подожди. С поляками они где-то... 16-1. А, да. Все, прошу прощения. Другая карта была напряженная, да. Ну, 16-1 тоже интересно, на самом деле, посмотреть. 0 на 17 у Акера. Во! Арена хлопала стоя. Арена хлопала, когда парень просто... Сиди летели на сцену. Ладно, это уже позавчерашний день. А он потом на бис выходил. Короче, да. Сказал, 0 на 17, парни. Я могу еще. Я могу еще раз. Дайте мне только возможность. На самом деле, на Инферно был действительно очень напряженный матч. Наши, наконец-то, им, видимо, удача отдала долги за предыдущий день. И наши вытащили много раундов в меньшинстве. Ну, там, много-немного, но пару очень важных раундов. Ну, там, Адрен последний раунд, да, забрал, когда просто 1 в 2. Кирилл. Что? Поляки классно играют. Поляки молодцы. Они на этом турнире действительно показывают, что готовы работать над своими ошибками, которые у них там на DreamHack'е были и так далее. Я думаю, что бороться с такой командой в финале – это уже само по себе достижение. Надеюсь, что все будет хорошо. Танкисты наши завтра. Им будет тяжко, как я уже сказал. Ну, собственно говоря, что у нас осталось? Дота. Вот сейчас играет Empire Fnatic. Я только отмечу то, что Fnatic оказались не такими простыми ребятами, как это казалось в начале. Ребята, сегодня меня на самом деле очень удивили. Приятно. Я как-то так организации Fnatic не очень симпатизирую, но в целом интересный составчик. Ребята приехали заранее. В пятером разыгрались на компьютерах еще днем, еще когда КС даже не шел. Прекрасно там отдохнули, успели и поесть, и посидеть, отдохнуть, и все-все-все поделать. При этом сели на сцену за компьютер буквально за полтора часа или даже за два часа. Сколько это стало возможным? Да, в общем, максимально быстро сели за компьютеры и очень долго в пятером там разыгрывались, опять же, играли, пытались нащупать свою игру. Empire, которые прибежали там в ППХ, им чуть ли не поставили техническое поражение. Ну, я думаю, конечно, не поставили бы им его, но тем не менее, там, Вилат говорил, все, полчаса, и ребята, все, будет тп. На самом деле, они, мне кажется, очень сильно ошиблись, то есть пришли просто неразыгранные банально, и вот, собственно говоря, на первой карте очень серьезно пролетели. Поэтому Fnatic оказались не такими простыми ребятами, и это, опять же, к вопросу о том, что то, что Virtus.pro им проиграли, это все-таки показатель того, что все четыре команды, приглашенные на StarLadder, все-таки очень плотно. Это именно команды, которые могут сыграть, там, какой-то сет провалить, но какой-то сет очень сильно втащить. Поэтому я думаю, что все-таки все четыре команды плюс-минус равны. Я думаю, не знаю, затащится сейчас Fnatic второй сет, или там, может быть, будет жесткий камбэк от Empire, что тоже вполне возможно, но я надеюсь, что Dota нас ждет еще зрелищно, и завтра, как минимум, Na'Vi будем смотреть и болеть, наверное, ну, большая часть аудитории в СНГ. Посмотрим, как оно сложится. Это был Георгий Фалеев, он же драймер, я Кирилл Овсянников-Гурки, да, вроде бы так, Virtus.pro.org, смотрите завтра финальный день SLTV Star Series. Да, всем пока. Всем до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok